Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Значит, про отношение ко мне моего знакомого. Пишет Виктория. Он женат, симпатию свою показывают невусмысленно. Это выражается в радости от общения, флирте, глубоком человеческом интересе и многом другом. Я привыкла доверять фактам. Факты о симпатии и говорят, мне тоже дорого на общение, но при этом любая инициатива в нем дружеская, что его, что моя. Можно ли как-то все-таки подвести ситуацию к тому, чтобы он проявил инициативу и пригласил меня на свидание? Сама приглашать не хочу. Это унизительно, когда женщина проявляет инициативу, а мужчина милостиво соглашается или отказывается. Виктория, вот в первую очередь хочется задать вам такой вопрос. Вот вы говорите, что унизительно, значит, когда женщина приглашает, а мужчина милостиво отказывается или соглашается. Ну, во-первых, наверное, почему милостиво, да? Ну, вот это первое, что как-то бросает глаза, а второе. Хорошо, допустим, это унизительно. Допустим, это унизительно. Но почему это унизительно, а то, что вы хотите, чтобы вас пригласил на свидание женатый мужчина, не унизительно. Мне, например, кажется, что здесь есть некоторое, ну, некоторое претворечие, как будто бы. Ну, по крайней мере, мне так кажется, что оно есть, это претворечие. Дальше. А, понимаете, какая штука? У вас в данном случае идет конфликт, так сказать, интересов или, может быть, конфликт целей? Вы хотите, чтобы мужчина пригласил вас на свидание, но не хотите брать за это ответственность, объясняя тем, что это унизительно. То есть унизительно говорить о том, что вы хотите. Или, может быть, вы боитесь быть отвержены, боитесь отказа. Если вам унизительно отказа, то это уже является психологической проблемой, которую, ну, не решат. Ну, на психотерапии, конечно же. Вот. Вот и все. Это я вам сейчас говорю, вот, с точки зрения профессиональной психотерапии, как это дело. Вот. Дальше. Чтобы понять, как сделать так, чтобы мужчина вас пригласил куда-то, на мой взгляд, нужно стать для него более привлекательным, что называется. то есть, вы стать для него настолько привлекательным, что бы он захотел вас куда-то пригласить. Для того, чтобы стать для него привлекательным, вам нельзя изучить его вкусы. Изучить его ценности, предпочтения. Если вы не можете сделать этого с этого сами, то психолог может вам помочь в этом вопросе. Ну, в смысле, помочь вам понять, что и как лучше сделать. Вот. Вот. Собственно говоря. то есть, тут все просто. Вот. В этом смысле. Да, безусловно, нужно будет посмотреть, что вы считаете унизительным, а что нет, чтобы, если вы все-таки, будете, настаивать на своей позиции на своей позиции, если вы не готовы ее пересмотреть, так скажем. Вот. То есть, здесь будет поисследоваться, что вы считаете унизительным, а что нет. Вот. Чтобы, чтобы вы себя не предавали, так скажем. И после этого, я думаю, вы сможете мужчинам к себе расположить. Правда, не будет ли это вот манипуляцией? Большой вопрос. Ну, я думаю, что вы сами сможете на этот вопрос ответить. То есть, приемлема ли для вас манипуляция? Если да, то как? В какой форме? Или неприемлема для вас манипуляция? Если да, то в какой форме? Вот. Ну, в целом, в целом, конечно, хочется сказать, что при том, что вроде бы вы вот как-то вот не хотите унижаться, да, вроде бы вот это все, но при этом, при этом вы как-то вот очевидно себя недолюбливаете потому что выбираете быть в отношениях ну, выбираете любовницей любовницей для него. Вот. И просто спросите себя действительно ли это то, чего вы хотите. Вот. И то есть действительно вы хотите быть любовницей потому что ну, надеюсь надеяться на то, что мужчина уйдет куда-то. вот вот я я бы конечно не сам вот потому что если бы он хотел уйти я думаю, что он он бы ушел а ну сам как бы вот я думаю, что и вы это тоже понимаете потому что ну, не производите вы впечатление человека глупого. Вот. Может быть вы немножко запутались конечно да да может может быть но вот то, что вы не глупый человек это по-моему сказать факт. Вот. Поэтому постарайтесь подумать как следует относительно того куда вы движетесь в какую сторону в каком направлении. Вот. На этом все надеюсь, что помог вам я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу там позволит вам начать работу над собой желаю вам всего самого доброго и удачи.